Какую игрушку выбираешь? Мы тут нашли пончики. Единорога. Ну, пока мы ничего не взяли. Единорога берем? Ева, ты фея! Так ты будешь на Новый год, походу, не лисичкой, а феей? Да. Что мы купили? Почти все, кстати, в деревне. Вот эти игрушки Ева выбрала по отдельности. Все у каждой есть смысл, потому что гитара, хотя это велончели, потому что Денис играет на ней. Это потому что она похожа на девочку Евочку. Единорог, потому что Ева обожает единорогов. Собачек, потому что Ева обожает собачек. Это я выбрала. Но это все не нам на елку. Вот что нам на елку точно. Нам еще отдельные игрушечки придут. Это ободок новогодний для настроения. А это такие штуки. Я купила 6 штук, чтобы рядом с тарелкой на новогоднем столе, как часть сервировки, положить рядом со столовыми приборами. Мне кажется, очень красиво будет новогодний стол выглядеть. Это в деревню. Такие 3 штучки. Минажница. Это нам тоже такая минажница. Игрушки! Всегда, мне кажется, очень прикольно делать какао с зефирками. Такие они прям новогодние и большие достаточно. Но самые классные, самые классные! Это вот такая елочка. Я даже в трусах. У нас корзиночка. В этом году у нас все по красоте, а не как обычно. Я делала с пледом каким-то. Прикольно, что корзинка такая. Кто идет? Новый год? Новый год. Почти Новый год. Ты кем в итоге на Новый год-то будешь? У тебя уже лиса есть, заяц и кошка. И даже фея у тебя есть. Заяцом! Джиннис потерялся. Нет, кошкой. У нас новый год. У нас такой уютный семейный вечерок. Становили елку и кончились силы. Потому что вот эти веточки все распрямлять очень долго. Уже как-то надоело. В общем, у нас перерыв. Ева повесила семью шариков в одно место. Интересно, что пришли мне шарики без держалок. Денис сейчас устраивал себе конвейер. Это значение. Делал вот эти вот ниточки. Вот другие шарики пришли уже с готовыми петельками. Это, конечно, поудобнее будет. Такой вот моток. Нам советовали взять два мотка. Такой гирлянды по 100 метров. Внимание. Этого хватает на такую елочку. Елочку. Подожди. Елочкой ее не назовешь. 2,10 она. Ну, классно. Я очень довольна. И вот такая штука. Если честно, я заказывала еловая гирлянда. Я ее заказывала для вот этой зоны. Чтобы тоже ее положить как ель. Но мне так понравилась эта воздушная гирлянда. Она просто лежит. Что? Лжет! Елку. А я там ела и ела с грязного котика. А вы что, меня потеряли? Не особо, если честно. Можно я на такую елку? Можно. Ну, пойдешь? Поехали. 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 Мы с Евой едем впервые краситься и делать репетёшку. Я как с подружкой еду. Пока мне будут делать макияж, я буду делать локоны. Пока мне будут делать локоны, я буду делать макияж. Ну, у неё такой макияж, знаешь, блёшки. Вкусно! Конечно! У-у-у, румяшки появились, да? У меня всё хвостик, да? Конечно, всё очень хорошо. Это что, поехали на сень? Это визажист. Сейчас надо сместить локоны. Вот так. Бэйби, this year is just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been long. Ой, красота, Ева. Это кто, как у мамы учатся? Да, веснички, как у мамы. Смотри. Я его очень красивую. Я его очень красивую. Я его очень люблю. Субтитры подогнал «Симон» Oh, и на сне, of course, и у меня есть Ну, у меня есть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите, какая шикарная локация Это Таня раздобыла Мы здесь были летом Это вообще-то ресторанчик Здесь столики стоят Представляете, как здесь уютно? Когда здесь тоже лампочками все украшено И летом, знаешь, очень напоминает Европу Такая посадка тесная У нас апельсинки с собой И там вообще красотища Идем за кофе Итак, в студии топ-подарок вообще на Новый год Сначала, когда я такое увидела Увидела я это в Кюхенланд Я подумала, что за ерунда Еще отдельно такое потребительство Так типа травма не будет А потом я поняла, что это супер практичная вещь Я поняла ее смысл Что это не просто красиво Но еще очень удобно Суть в том, что это подвески на бокал Зачем они нужны? Спросите вы Вот к вам приходят гости И у каждого одинаковые бокалы И вы начинаете их путать в какой-то момент Я вот такие вещи вообще не люблю Я люблю, чтобы у меня была своя кружка Своя бутылкой Я ни с кем не делюсь ничем Представляете, как прикольно Повесить такую подвеску на свой бокал Запомнить ее И потом не переживать И знать точно, где свой бокал Именно такой набор я заказала на Wildberries Я еще поняла, что это же очень классный подарок Просто кому-то на Новый год Потому что очень красивая упаковка И полезна, правда, полезная цена Тем, кто хоть раз собирает народ какой-нибудь вообще Ну и плюсом ко всему Это, конечно, красиво Если представить, что на новогоднем столе У каждого будет такая подвеска на бокале Ну, прям суперпразднично И я таких сразу заказала 5 штук Чтобы подарить друзьям, родственникам Вот когда они знают, что подарить на Новый год Я села с вами немного поболтать Блин, не видно гирлянды Зачем украшала вообще? Видите, да? Там все горит Так видно? Так тупо В общем, я села поделиться с вами суперновостями По нововведению в моем блоге Раньше, как вы помните Если вы помните Была у меня рубрика Видео-вопросы Я брала ваши видео Которые вы мне присылали в Инстаграм Вставляла их сюда И отвечала на один вопрос в каждом видео В конце каждого видео Это была такая прикольная интерактивная вставочка Мы с вами немножечко общались Неважно на какую тему И потом я это все забросила Потому что как-то сложно стало Выцеплять те самые сообщения Сохранять их Выбирать их из кучи-кучи других И я подумала, что сейчас есть суперудобная площадка Телеграм Где вы можете присылать мне аудио-вопросы Я уже опубликовала пост Вы уже накидали мне кучу-кучу вопросиков Поэтому сейчас отвечу на один из них И еще один приятный момент этого видео Это наш совместный конкурс с Дальбо Вы знаете, что Дальбо Это постоянные партнеры моих видео И хотелось бы порадовать одну из вас Не, хотелось бы порадовать всех Но получится порадовать одну из вас Таким прекрасным мини-боксом Сейчас мы с вами пройдемся по его содержимому Потому что это не тот продукт, который вы все уже знаете Спрей-сыворотка, который я просто обожаю Это что-то новенькое Но не менее классное Обожаю Дальбу за все вообще За оформление, за составы Эффективность действительно Один из продуктов это антивозрастной, между прочим, уже бальзам На самом деле он не только для тех, кому за 25 Он вообще против самых первых признаков старения Против любых морщин, которые только появляются У нас у всех есть морщины, это нормально Я их в целом не стесняюсь, не боюсь Но приятно было бы их естественным образом подуменьшить Чтобы, например, вот моя вот эта расщелина Которую вы можете наблюдать все меньше и меньше Не потому что я что-то себе колю А потому что это вот действительно, девочки, работает Я просто очень много внимания уделяю тому, чтобы постоянно не хмуриться И в какой-то момент просила даже всех, кто видит, что я сижу вот так Или разговариваю вот так, чтобы меня дергивали Потому что, ну это не прикольно Просто Мариинская впадина у меня уже была в 23 уже появилась Но я за активную мимику, я за активное выражение лица Мне очень нравятся в целом морщинки, которые вокруг глаз Они показывают, что ты много улыбаешься, много смеешься вокруг рта Но вот это вот, оно больше показывает, что я хмурюсь И чем-то недовольна, и в чем-то сомневаюсь Как и все в продукции Дальба Это удивительные ароматы, приятное нанесение Я бальзам этот наношу просто по областям, где могут формироваться морщинки Носогубная складочка И, кстати, лайфхак, как можно его еще использовать Чтобы подсветить ключицы, например, перед съемкой Или, в принципе, если у вас открытое декольте Очень красиво выглядит, еще и увлажняет эту зону Стик, правда, очень удобный Очень удобно им все точечно наносить И такой же стик только против ультрафиолета Мы как раз отправляемся после Нового года в новую для нас страну Я думаю, SPF 50 для нас идеально подойдет Посмотрите, какая эстетика Вот так вот очень мягко выдвигается бальзамчик Тоже очень удобно, что нанесение прямо стиком Просто чик-чик-чик сразу где надо И последнее, но не по значению средства Это сыворотка Здесь именно нанесение, когда вы ухаживаете То есть ваш обычный уход за кожей Вот вы очистили, например, лицо гелем или пенкой Нанесли тоник и в качестве сыворотки наносим этот продукт Превосходно увлажняет Уменьшает круги под глазами Пигментацию кожи Такая здесь пипеточка удобненькая В составе масла белого трюфеля Веганские формулы И такой подарочек уйдет одной из красоток Условия конкурса, как всегда, супер простые Быть подписанным на меня в Инстаграм И написать любой комментарий под это видео Главное не забыть оставить ник Свой ник Инстаграма, чтобы я с тобой связалась И я очень надеюсь, что под Новый год мы успеем Отправить посылочку Но если нет, это будет к Рождеству Что-то уже в целом неплохо А я отправляюсь в Телеграм Включаю вопросик Привет, Саша Мне было бы очень интересно узнать Планируешь ли ты еще записывать практики на YouTube Или, может быть, на какой-то отдельный канал Или создать что-то новое, связанное с йогой Как вообще планы насчет этого на 2023 год? Лиза, благодарю тебя за вопрос С йогой у меня планы грандиозные Вообще, все, что произошло этой осенью Для меня это такое вау У меня все равно были определенные ожидания Насчет ретрита, насчет курса Были страхи, конечно же, насчет того, во что это все выльется Потому что это мой первый такой онлайн-продукт Онлайн-проект И где я так много вкладывалась энергетически Что даже немного на второй план отодвинула свою основную деятельность Вообще, все То есть у меня как основная работа Все это время Октябрь, ноябрь Плюс до этого, сколько мы планировали, расписывали с командой Все Это огромное количество времени Я, конечно, в полном восторге от того, что произошло Что получилось Как вы отреагировали Сколько людей погрузилось в йогу Хотя йога, ну, скажите же Это не такая тема, как Богатая жизнь Или какие-нибудь курсы по улучшению жизни В целом, во всех отраслях Йога, она может кого-то даже напугать Я, конечно, старалась максимально мифы все до развеять Чтобы не было привязки Йога Это религия Или йога Это какая-то секта Или йога Это обязательно гибкость, пластичность И уже ты должен быть каким-то гуру осознанным Для йоги неважно Какой ты по профессии Какой ты по национальности Какой ты религии принадлежишь Вообще, во что ты веришь Для меня этот проект, он открыл одну из важнейших сторон меня Такую, как преподаватель Вообще-то Я до сих пор не верю, что меня называют преподавателем Вот у нас вчера произошел выпускной Выпускной йога ретрита Девочки, которые были в тарифе со мной Это был третий тариф Я их все это время вела лично С каждой была на связи Появлялись у них какие-либо вопросы Я их сопровождала И вот у нас была личная встреча Где мы отпраздновали, где мы поставили такую жирную точку Где мы попрактиковались, конечно же, все вместе Это было тоже такое вау Потому что я им уже говорю Какие-то асаны Они на слух их понимают На санскрите, если что И я понимаю, что эти же девочки Еще 24 дня назад Ничего этого не знали И что они проделали огромную работу над собой Это большой путь И что они меня называют учителем Это вау, это вау Я безумно благодарна на самом деле Уходящему году Потому что замерзшая беременность Она принесла столько плодов Потому что вот именно последовательность действий И моих мыслей После случившегося Она вот была таковой Что оно все привело во благо Не бывает по-другому Надо просто всегда потом Оглядываться и понимать А для чего тебе нужен был этот опыт И в моем случае Я даже, знаете, когда мы запускали ретрит Немного всплакнула от осознания Того, что малыш должен был родиться в октябре И именно в октябре Мы огласили о рождении этого ретрита И он в целом запустился в конце октября Ну там в начале ноября именно даты официальные Но уже все знали И вы в блоге знали И мы с командой уже наготове Как будто это и есть вот мое дитя Которое я растила с душой В которое вкладывало просто все Родилось что-то другое И только благодаря той самой душе Которая прожила у меня Пять неделек Или четыре Поэтому на 2023 год я бы обязательно хотела повторить Или преумножить Или преобразить этот проект Но я бы его не забрасывала Это точно Во-первых, столько сил туда вложено Все эти озвучки То есть я же отдельно записывала практики Без своей озвучки Мне многие спрашивали Типа, в чем проблема записать было сразу Это меньше мороки Это меньше действий Но для меня это и менее качественно Если честно Потому что визуальная картинка Окей, она классная Там фон моря Где-то на фоне еловый лес Но если бы я прямо там записывала Свою озвучку А иногда это было не в самых классных условиях То есть передо мной ходили там работники пляжа Что-то прибирали И мне нужно было делать вид, что Я их не замечаю И, конечно, потом, отсматривая материал Я уже более точно могу понять И прописать нужную отстройку Потому что это очень важно Не просто показать, как ты делаешь А с точностью до миллиметра Понятным языком человека отстроить Чтобы он тоже самое мог повторить И понять, где у него здесь включаются мышцы Куда ему переводить дыхание И самое главное тоже не перегрузить его информацию То есть максимально точно, но емко сказать А, конечно, когда ты сам практикуешь Еще и выходишь там из какой-нибудь чатуранги Пыхтишь немножко Ты можешь что-то упустить Поэтому я решила делать озвучки сверху А это, конечно же, работа не то, чтобы в два раза больше В десять раз больше И все это под прекраснейшие мантры Вау, опыт абсолютно Я получаю отзывы от девочек до сих пор Они мне даже со второго тарифа Девочки, которые с кураторами были все это время Они мне даже сделали видео Где соединили свои маленькие отзывы Я просто сидела и ревела Я смотрю и понимаю, это все живые люди Потому что, конечно, когда ты видишь аватарку Сложно, сложно понять, что этот человек сейчас живой Где-то там сидит у себя в Новосибирске Практикует на коврике и смотрит тебя Когда ты видишь этих людей оживших Это не передать вообще Я бы очень хотела отучиться еще на чаши У меня тут стоят чаши Я не знаю, как срезонирует мой микрофон И даст ли он сейчас вообще нужный звук Отобразит ли он его и вы услышите ли Но я обожаю чаши Они погружают в особую атмосферу И они, конечно, имеют терапевтические свойства Но играть на них нужно уметь Я пока умею просто бренчать по ним Но когда у тебя разложено перед тобой Там, скажем, 11-13 чаш Можно такие просто композиции играть Я представляю, если бы даже на этом выпускном С девочками я бы выложила свои чаши У меня их пока две Ну, простите, знаете, сколько они стоят? Одна чаша 27 тысяч Нужно понимать еще, какие покупать Поэтому я пока не тороплюсь Я бы провела медитацию под чаши Я думаю, это тоже было бы особое удовольствие В общем, слушаем И такая мощная вибрация от них Если вот так на миллиметр поднести пальцы Это вау У нас все, кто приходит домой Я им делаю небольшой рум-тур Да, мы проходим по всем комнатам Они все останавливаются Такие, че это такое? Я им играю на них Насколько я это умею сейчас И они просто все такие садятся на этот диван Такие, нифига, прикольно Потому что они действительно высокочастотные Они проходят через все наши чакры Если мы будем уже об этом говорить И звук просто мощнейший И еще одна чаша Более высокая И даже они, когда вместе сочетаются Ну вау Я бы очень хотелось обучиться на человека Который играет на чашах Это в целом-то не сложно Мне Денис подарил на день рождения Интенсив Ребята, которые приезжают Путешествуют по всему миру Приезжают именно с уроками По игре на чашах Но так как мы были в Турции Я не успела на это обучение И они приедут еще в апреле Если мы в этот раз до апреля Не уезжаем никуда То неизвестно в наше время Сколько, где нам быть Еще я хочу обучиться на йогу для беременных Потому что у меня беременящих очень много И я была бы полезна И это было бы очень классно И я знаю, что на основе йоги На основе моих знаний Йога для беременных ляжет довольно-таки легко Потому что там усложнений никаких нет Там скорее облегчение Но очень важное Очень важное Чтобы понимать Как мы работаем с тазовым дном Как мы работаем с нашим животом Такие вот у меня пока планы Мне кажется, очень красиво было бы на Бали снять Я обязательно, конечно же, беру всю технику с собой Коврик, конечно же Потому что на фоне зелени Моря Гор Это шедеврально Смотреть, практиковаться Записывать все это А мы идем собираться на каток Будем открывать сезон Идемте за новый Каток у нас обломался, да, Ева? Не пошли мы на каток Почему не пошли? Потому что кто-то заболел Сейчас ходит какой-то дикий грипп Или что там Все дети просто на карантине дома Очень много взрослых Ну давайте соберем его Так Соберем его И дома покатаемся Ну, дома можно Поэтому мы приняли решение Хотя бы делать распаковку Это снегокат Который можно за ручку возить Родителю удобно Ну, такое средство передвижения, короче Для зимы Я не знаю Справимся ли мы, Ева, с тобой Это собрать без папы Ну, мы попробуем, да? Угу Девочки, я инженер-механик Посмотрите, что я сама сделала Я вставила болт Это болт или винт Вот это вот гаечка Вот это все Вот здесь заглушка Там, значит, все в полозья вошло Я уже знаю такие слова Сейчас делаю со второй лыжей то же самое Смотрите, что у нас получилось Какая прелесть Почему он такой вообще классный и сложный? Потому что тут несколько функций в одном Обычно я не люблю, когда так происходит Но прямо на него много отзывов хороших Что он не ломался, все нормально В общем, он как обычный Снегокат его можно использовать За такую штуку тянешь ребенка и едешь Потом здесь есть лыжи А есть колеса Как раз-таки для тех случаев, когда ты по какой-то И руль И руль, да По какой-то твердой, например Почему так темно здесь? Ну и запросто ручка Ручка для того, чтобы вести удобно Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык А помни ночью ели? Ночью ели? Да А, ты бублик, да, захотела перед сном? Да Ну да Ева ничего сейчас не ест Выздоравливает Захотела сильно бублик Я говорю, ладно, давай съедим бублик Идеться нам Вот так вот мы сейчас катаемся Давай пожелаем всем здоровья, Ева Потому что сейчас очень многие детки болеют И их мамы, и папы болеют Сейчас такое время Называется сезон простудных заболеваний Надо пить яганство, девоченька яганство И пить воду, да? Водички, много-много надо? Да, много-много Ну все, пока-два Пока-два И напоследок хочу с вами поделиться оригинальным рецептом салата К новогоднему столу Ну или просто в предновогодний период Все ингредиенты вы можете видеть на экране Только не повторяйте мою ошибку Я совсем забыла добавить авокадо Хотя все время он лежал передо мной Но с ним будет абсолютно точно еще вкуснее Нам нужно разморозить креветки Хорошенько промыть и высушить зелень И выложить ее желательно на однотонную тарелку в виде венка Для соуса смешиваем сок лимона, мед, оливковое масло и щепотку черного перца Сыр потрем тонкими пластами А мандаринки нарежем дольками И теперь обжарим креветки с чесноком на сковородке Буквально по 2 минуты с каждой стороны Посолите их по желанию И осталось лишь красиво выложить все ингредиенты на венок И да, здесь должен был быть авокадо Полейте сверху венок соусом И подавайте пока креветки тепленькие Очень легкий, свежий и сочный салат Особенно когда хочется разнообразия Среди крабового, зимнего и селедки под шубой на новогоднем столе А мы с вами увидимся в следующем видео Пока